Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к филиппийцам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. Впрочем, братья, радуйтесь в Господе, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Бегайте псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезанием мы, служащие Господы, духом. И хвалимся Христом Иисусом, и не на плоть надеющимися. Такими словами апостол Павел продолжает наставление в филиппийской церкви. Ранее он говорил о том, что были и болезни его друга, и Пафродита. И говорил о том, что он выздоровел и посылает его к филиппийской церкви с наставлением и с утешением. А теперь апостол призывает их не печалиться о всех болезнях, о всех скорбях, которые происходят как с ними, так и с его помощниками, и с их наставниками, наставниками филиппской церкви. И призывает радуйтесь. Заметим, что он говорит не просто радуйтесь и веселитесь, а говорит о том, что радуйтесь о Господе. То есть это очень важное замечание, и об этом пишет блаженный Феофилакт Болгарский. И так и говорит, прекрасно сказал, цитата, радуйтесь о Господе, так как мирская радость не есть радость, а в Господе и скорби доставляют радость. Или поскольку, как продолжает блаженный Феофилакт, Господь облегчает наши дела, то радуйтесь. Конец цитаты. Далее мы видим, что апостол предупреждает беречься псов и беречься злых деятелей. Он здесь прибегает к таким, в общем-то, резким выражениям, кто такие псы. Он, в общем-то, говорит, что это люди, которые как дикие собаки. Вот здесь такое употребляется слово, то есть нечто между гиеной и собакой, которые всегда ищут какой-то своей добычи, подкрадываются, могут стаи напасть и растерзать свою добычу. Это, конечно, всегда лжепророки, которые выдавали себя за истинных учителей церкви. Также говорит, берегитесь и злых делателей, то есть люди, которые надеются на свои добрые дела. Здесь он обличает иудеев, которые надеют, что своими добрыми делами и исполнением закона они смогут достичь царства, о котором они мечтали, царства земного. И далее усиливает свою мысль и говорит, берегитесь обрезания. И вот здесь даже ставит слово греческое, не обрезание, а как оно более точно и переведено в церковнославянский язык, берегитесь сечения, то есть разрезания. Слово кататумен. Кататумен. Это слово еще можно перевести как некое такое действие, разрезание, которое производит разделение. Здесь апостол Павел предупреждает о расколе, об опасности раскола из-за этих псов, которые ищут только своего, злых делателей, которые надеются только на свою внешнюю деятельность. Поэтому говорит, берегитесь таких шатаний. И далее он продолжает и говорит, потому что обрезание мы, потому что обрезание это мы. То есть, и что это значит? Он говорит о том, что те люди, которые служат Богу духом. Здесь он не приводит частый пример, который приводится им в других посланиях. Он говорит о том, что Авраам был верен Богу до того еще, когда было совершено над ним обрезание. Потому что Авраам об его призвании говорится в 12 главе, даже в 11, со второй половины 11 главы книги Бытие. А о самом обрезании, когда Господь повелел заключить ему этот завет, говорится в 17 главе книги Бытие. То есть, Авраам назван верным Богу. И Аврааме сказано, поверил Авраам Богу. Это менялось ему в праведность еще до этого завета. Я думаю, что он здесь, это не только, не то, что я, преподобный Ефрем Сирин говорит об этом. И эти мысли наши направляет к тому, чтобы здесь говорить о том, что он здесь не упоминает об этом. Потому что это, в общем-то, было ему уже давно известно. И здесь только подчеркивает и делает акцент, что это мы. То есть, ваше обрезание, ваш завет — это мы. И далее он будет призывать, как и в других посланиях призывает, подражайте мне Христу и смотрите на образ людей, которые подражают Христу, и следуйте их примеру. Поэтому он говорит, что ваш завет — это мы. Мы — делатели во Христе, которые ходим не по закону буквы, а служим Богу Духом. И мы читаем далее. Апостол Павел здесь ставит себя. Потому как в филиппийской общине, как и в других общинах, были неофиты, которые только недавно обратились из иудаизма, и они кичились и превозносились над язычниками, которые не исполняли законы, не знают, что это такое. И они этим первенством превозносились, и поэтому апостол Павел их упрекает, и причем очень так достаточно резко, и говорит, если уж кому хвалиться, и с обрезанием и прочим исполнением, то это мне в первую очередь надлежало. Потому что он говорит о том, кто он был такой. И действительно, он был не просто рядовой, там, иудей, а действительно член Синдриона. И у него было очень много полномочий. И он говорит, и сам себя здесь обличает, что некогда и Церковь Божию гнала. Если уж хвалиться заслугами, то я бы должен перед вами хвалиться этим прежде. Поэтому он, как и ранее, сказал, что почитаю все за ссор. И дальше это продолжит, и говорит это, вернее, продолжает говорить об этом. Но что для меня было, 7 стих, имуществом, то ради Христа я почел читую. То есть имуществом здесь также можно перевести это слово, как что для меня, я думал, что это будет прибытком. То есть в моей праведности теперь я считаю это ни за что. То есть законом не оправдывается ни одна, никакая плоть. Имеется в виду ветхозаветными правилами, предписаниями, которые были даны как определенный завет для определенного народа на определенном историческом этапе. Как апостол Павел и скажет об этом в других посланиях, что для меня закон, то есть ветхозаветный закон был детоводителем ко Христу. То есть нянькой некой такой, приготовлял меня и всех тех, которые находились в народе израильском. Да и все, говорит, почитаю восьмом стихе, почитаю читую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю засор. Вот это слово засор, чтобы приобрести Христа. Это слово интересно переводится как скубалон. По-гречески звучит как скубалон, то есть можно перевести все, почитаю отбросами, помоями и даже испражнениями. То есть это очень резкое слово, которое указывает на самое такое вот, то, что уже нельзя употребить никуда. Поэтому апостол здесь так и пишет, все почитаю засору. То есть все прежние предписания, это не что иное, как прежнее прошло, теперь все новое. И Авросий Медиаланский, святитель, пишет об этом следующее цитата. Павел читает в Писании, что Авраам считал себя патриархом и пеплом, обрел милость Божию в момент высшего смирения, 18.27. Он читал также, что Иов, сидя в отбросах, получил назидание, получил назад все утраченное. Мы помним, что Иов многострадальный, когда у него отнялось и здоровье, и семья, и богатство. Он сел на навозную кучу, то есть на эти отбросы, и считал себя отбросом общества. Он и говорил, я из праха вышел и в прах возвернусь, посыпал себя пеплом. Но это смирение, которое он явил в таком, в общем-то, в скорби и страдании. Мы с вами, у нас есть целая лекция, есть и в моем исполнении на библейском интернет-портале «Алексгет.ру», беседа на книгу Иова. И мы видели, что Иов, смирив себя, получил все обратно в несколько крат. И богатство, и дети у него были. А дети, которые невинно погибли, они, как невинно убиенные, наследовали царствие Божие. Здесь опять был Иов в прибытке и здоровье. Все Господь ему вернул. А все по какому? Здесь вот, бросим, диаланский так это подчеркивает. По какому? Да, ради чего? Ради смирения. Ради смирения. То, которому Иов подражал тогда, будучи уничижен, как он воскликнет там верою, я знаю, говорит Иов, искупитель мой жив. То есть тогда за 1800 лет до Рождества Христова была написана эта книга. Иов восклицает в пророческом видении, я знаю, искупитель мой жив. И в последние дни он восстановит тело мое, восстановит плоть мою. Такая надежда, такое смирение мы слышим в его восклицании. Иов 2.8, Иов 42.10.18. И далее Амбросий Медиаланский напоминает нам все эти события и пишет, говорит, что также он читал и у пророка Давида, что Бог из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего. Псалом Давида, 112 стих 7. И мы читаем с вами далее. 9 и 11 стих сказано. Найтись в нем не со своей праведностью. То есть, какие вот эти удивительные, такие красивые слова. Сегодня люди, и вот здесь на предстоящей неделе я получил приглашение посетить Калужскую епархию, где будет встреча с подростками. Там у них лагерь, каникулы от 14 до 17 лет. И там есть различные тематики, которые будут затронуты на этом сборе. Это детский лагерь Златоуст, юношеский лагерь Златоуст. И одна из таких тем — это найти себя. И вот эта тема, она очень часто звучит. И вот апостол Павел здесь дает ответ, что как найти себя? Найти себя очень просто. Надо найтись во Христе. Он так и пишет, смотрите. И найтись в нем, то есть во Христе, не со своей праведностью. Вот чтобы обрести себя в полном смысле этого слова, необходимо действительно искать себя во Христе. А что это, скажите, что это значит искать себя во Христе? Непонятно. То есть найти себя во Христе — это значит найти свое место служения в Церкви Божьей. И как я помню, как-то святейший патриарх на одном из сионерских собраний, это съезд был, так и сказал, что, как святейший патриарх Кирилл, делайте то, что у вас лучше получается. То есть найти в себе, выявить, а как я могу послужить лучше, каким даром, какой у меня есть. У кого-то, может быть, есть музыкальные способности, пожалуйста. У кого-то, может быть, есть способности там ремесленные какие-то, резьбы по дереву и прочее, иконописцы, пожалуйста. У кого-то, может быть, есть такой талант шить одежды, пожалуйста. Все есть. У кого-то Словом Божьим проповедовать, пожалуйста, если есть такой талант. То есть в Церкви все есть, как в Безбрежном океане, как говорил об этом блаженный Агустин. Вот эти удивительные слова, они так красиво, ярко звучат. И для современного сегодня человека, мне кажется, особенно, найтись в нем не со своей праведностью. Главное вот понять, в чем воля Божия по отношению ко мне. Которая от закона, то есть от каких-то правил, которые уже ничего не имеют общего со Христом. Но стой, говорит, через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. Как это взять и сообразоваться смерти его? Что это значит? Это значит умереть для греха. А как это значит? Что это значит как-то умереть для греха? А это значит, необходимо с заповедями Божьими исследовать свои мысли и свои действия. То есть во всякой жизненной ситуации, во всяком деле, какое бы мы ни делали, спрашивать себя, а поступил ли так бы апостол Христов? А поступил бы так тот святой имя, которого я ношу? Как бы он поступил? Поэтому нам необходимо знать Священное Писание, знать жития святых для того, чтобы ориентироваться и найтись не со своей праведностью, и со своей похотью. Часто мы так именно поступаем по своей воле. Хотя молитву эту твердим уже там и перед едой, и в других случаях нашей церковной жизни. Да будет воля твоя, яко на небесине земли. Но творим все время только и свою. Поэтому найтись с его праведностью, это значит не сообразоваться со своей волею. Со своей волею, которая, конечно же, противоречит заповеди Божьей. Чтобы достигнуть воскресения мертвых, видите как? То есть по смирению можно и достигнуть воскресения мертвых со Христом. Все просто. Просто нужно убрать вот эту свою упертость и упрямость, которая противоречит заповеди Божьей. Говорю так, не потому что, апостол говорит, не потому что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Иисус Христос. Вот к чему стремиться. А как достиг нас Иисус Христос? Он пришел в этот мир, помним, родился в яслях отрача млада, младенцем, беспомощным. Нет ли смирения? Это смирение. Уже в начале своей жизни, еще даже не родившись, он уже подвергся опасностям. Вспомним его рождение, как была перепись, как Ирод хотел найти, где этот младенец, как Пресвятая Богородица, вынуждена была покинуть свой дом вместе с праведным Иосифом, идти в страну непонятную где, как они пришли, и не было места даже, где переночевать, все гостиницы были забиты, как им осталось место только где, в хлеву для скота. Еще даже до своего рождения, сказать, Христос уже претерпел, был в утробе Христой Богородицы. Поэтому так, достичь, то есть, очень хорошая есть пословица, и я ее как-то уже, по-моему, так озвучивал, без терпения нет смирения, а без смирения нет спасения. То есть, во всей своей жизни всегда смотреть то, а как действительно мне, говорит, поступать, снова повторю, в той или иной ситуации, заповедь Божия, жизнь Христова, как действительно поступать, взирая именно на образы святых подвижников, уходников Божих. Это очень важно, это самое главное, чтобы достичь воскресения со Христом. И апостол, видите, он говорит, не говорю, потому что я уже достиг или усовершеннен, но стремлюсь, стремлюсь. Этим самым показывает и нас избавляет от опасения того, чтобы мы здесь, стремясь исполнить заповедь Божию, не возгордились бы. Это самое страшное, когда человек скажет, ну я уже достиг или уже победил тот или иной грех. Мы помним с вами множество истории жития святых, когда святые, уже просиявшие при жизни, свет от них даже исходил, и они говорили, что Господи, дай мне пожить минутку, хотя бы положить начало покаяния. Вот это вот состояние и есть состояние смирения. Стремлюсь к цели и к почести высшего звания Божия. А перед этим и говорит в 13 стихе братья, и я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. То есть забывая то, что не только плохое, не только грехи, но и то, что я уже раньше совершил. Может быть и доброе. Пропать Слово Божие, подал милость, но забывая об этом. Почему? Чтобы не возноситься. Мы очень часто вспоминаем какие-то прежние свои заслуги, и этим заслугам превозносимся. Вот я-то сделал столько, я сделал столько. И это очень опасное состояние, которое нас приводит в состояние как раз тщеславия, то есть мы к этому будем стремиться, и самовозвышение. Но если мы возвышаем сами себя, мы не даем возможность возвысить нас Богу. Как сказано, помните, прославляющих меня прославлю я. Поэтому если мы хотим действительно как-то прославиться, то будем прославлять Бога своими делами, милосердием, своей проповедью, Евангелем другим людям. Тогда Бог прославит нас. Итак, кто из нас совершен так, что должен мыслить? Кто из нас совершен так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть именно мыслить о том, как совершить заповедь Божию и не бахваляться этим. Впрочем, до чего мы достигли, так и вы должны мыслить и по тому правилу жить. Это 16 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим. Очень много есть интереснейших здесь толкований. Пожалуй, я в арсенофию великого святого бы привел. Почитаю себя достигшим, а только забываясь задним, простеряясь вперед. Он пишет, цитата, «Во всякое время, если возможно человек отсечь свою волю во всем и иметь смиренное сердце, и смерть всегда перед глазами, то может спастись благодатью Божией. И где бы он ни был, им не овладеет боязнь. Ибо такая задняя забывает, ибо такое заднее забывает, то есть прежнее, а простирается вперед». И вот заключает так святой Амруси, святой в арсенофии заключает так, «Поступая так, и будешь спасен Богом». Какой удивительный совет. Имеет всегда смерть перед глазами, то есть помнить, что всегда мы должны будем дать отчет перед Богом. Не творить свою волю, а волю по заповеди Божией, конечно, волю ближнего своего. Видишь, что надо помочь, помоги в простоте сердца. Даже в самых мелочах. Ведь мы же всегда как? Мы носимся как ненормальные со своим счетом такой у нас. Нам все должны. Мы никому ничего, конечно же. Мы же великие. Нам все должны служить. Мы все должны. Предъявляем всем такой счет. Вот, пожалуйста, пожалуйста, это вам, это вам. Послужите мне. Но сами служить не хотим. Это удивительный заповедь, помните? Нет такой высказывания. Нет такой заповеди требовать любви от других. Да, есть заповедь возле любви ближнего твоего, как самого себя. Но мы тщательно исполняем заповедь требования любви от других. Прям вот нас даже и не надо этому учить. Она просто автоматически у нас уже развита достаточно хорошо. И далее продолжает, да, апостол Павел. Он говорит, подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. И в других посланиях он как раз и говорит об этом. Подражайте мне, как я Христу. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Кто это? Кто это такие люди, о которых здесь пишет апостол? Ну, пишут, подражайте мне, но есть и враги. Вот блаженный Феофилакт Болгарский пишет по этому поводу следующее. Следующее. Цитата. Некоторые лицемерно исповедовали христианство, но жили в утехах и спокойствии. Их-то и называет апостол врагами креста. Слышите? Не тех, которые враждуют, там, еретиков, как он обличает во многих своих посланиях, и иудеев, а лицемеров. И говорит, кто это такие эти лицемеры? Это те, они ничего плохого не делают. Да. Они просто, почему они враги Христа? Живут в утехах и в спокойствии. Исповедуют христианство лицемерно, ради своего спокойствия, комфорта и утехи. И далее продолжает. Потому что крест ищет души, готовые на смерть, жаждущие опасности. А они свободны от этого и живут совершенно противоположно сему. Если бы они любили крест, то любили бы жизнь крестную, горькую, то есть горькую, неужели после этого мы не будем страшиться перед мыслью, что тот, кто друг роскоши, земного спокойствия и безопасности, враг креста Христова. А разве мы не читали в Евангелии от Луки? Помните притчу о богаче и Лазаре? Разве Лазаре там делал что-нибудь плохое? Разве о Лазаре сказано, что он был разбойник? Может быть, хищник? Может быть, убийца? Нет. Ничего такого не сказано. Сказано, что он пиршенствовал блистательно. Вот и все. Это была вся его вина. Никому плохого ничего не делал. Пиршенствовал просто блистательно и обрел ад. То есть он жил жизнью беззаботной. Он жил жизнью теплохладной, а лучше сказать, теплой, и был изблеван. Как сказано в книге Откровения. Горе тебе, что ты не холоден и не горяч. Это вот состояние равнодушия. Состояние равнодушия. Горе тебе, что ты не холоден и не горяч, а тепл. И, говорит в церковном славянском, так и звучит. Изблюю тебя из уст моих, говорит Господь. Вот. Это вот удивительно. Некоторых это приводит в некое такое замешательство. Но ничего, человек... Вспомним, что апостол Павел говорит, есть человек душевный. Это как раз вот этот вот, тепленький такой. А есть духовный. Духовный не ищет своего, потому что любовь не ищет своего. Не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывается, ему верит, нам все надеется. А душевный? Это такой человек, который, ну, всем хорошо, и мне хорошо, не трожь меня, ну и все, и хорошо. Пиршин стал блистательно. Вот так. Есть над чем подумать. И таких называют врагами креста даже. Очень употребляет выражение, я бы сказал, да, резкое. Резкое. Враги креста Христова. И, наконец, их конец, говорит, погибель. Видите? Их бог. Почему? А потому что их бог чрева. И слава их в сраме. И говорит, почему еще раз? Они мыслят о земном. Вот так. Вот так. Забывает совсем слова и призыв. А называют себя христианами. Крещеные, все в порядке. Но еще ничего не значит. Называться и быть, это разные вещи. Забывает слова Спасителя, который призывает. Придите ко мне все, друждающие и обремененные. Ищите прежде Царствие Божие. Остальное приложится вам прежде. Эту иерархию ценностей очень опасно перепутать свои жизни. Потому что это путаница. В этих приоритетах, если хотите, будет человеку стоить вечной жизни. Так и пишет блаженный Феофилак Болгарский. Если бы они любили крест, то любили бы и жизнь крестную. Да, они не любят ее. Страдания? Что вы? А посмотрите сегодня все средства поля массовой информации. О чем? Как избавиться от страданий? Это же главная мысль. Не как достичь Царствия Божия через крестные страдания, как избавиться от страданий, от скорбей. Знаете, кто считает причиной всех ненормальностей в мире страдания? Буддизм. Надо тогда идти в буддисты. Буддисты. Сирислав Сикарта Гаутама говорил о том, что причина всех бед человечества — это его желание. Потому что любые желания человеку, хорошие или плохие, приносят страдания. И он объяснял это так, что желает человек, например, хорошего. Вот он желает этого хорошего, думает, вот будет у меня много денег, я буду милосердным и храм построю. А пока у меня их нет, пусть жертвуют спонсоры, которых их много. Я в этом участии принимать никак не буду. Ну, вредишь сам себе. Не исполняешь заповедь блаженной милости, либо они помилованы будут. Потому что не хочешь быть помилован, ну, хорошо, продолжай дальше в том же духе. Поэтому Гаутама говорил так, что любое страдание, любое желание. Хотел человек много денег, вот он их приобрел. А видит, что они им пользуются, ну, нет, вернее, пользуются им, как он считает, приносят. Но он видит, что они ему не приносят того счастья, о котором он думал, что он будет эти иметь деньги, и у него будет прям точно счастье. Хотел человек автомобиля, думал, вот у меня будет автомобиль, и я буду счастливый человек, буду передвигаться туда, куда хочу, туда поеду. Пребыл автомобил, понимает уже и смирился с тем, что раньше думал, что это будет счастье, а потом он понял, что это просто средство передвижения. И опять ему как-то, ну, вот неудовлетворенность какая-то. Он ожидал большего от того, что... И так во всем. Думал, что вот женюсь на ней, ну, точно буду счастливой. И это был верх его мечтания, и он ее обожал. Очень хорошее слово. Обожал. Он ее вместо Бога уже поставил. Идол себе такого сделал из нее. Да, или она из него. Все вроде бы, а потом понял, что вроде бы хороший человек, но того, что он от нее ожидал, не совсем то, что он ожидал. Вот даже от хорошего, то есть человек, какие-то, получается, страдания. Поэтому Бусихард Гоутам так сказал, что надо ничего не желать. Надо всем уйти в состояние иллюзии, считать, что этот мир иллюзия, и впасть в состояние нирваны. Помните? А состояние нирваны — это ничего не хотеть, не хотеть. И даже ничего не хотеть, не хотеть. И даже ничего не хотеть, не хотеть, не хотеть. Ни хорошего, ни плохого, ничего. То есть это, по сути, как говорил об этой религии святитель Николай, проститель Японии, апостол Японии Касаткин. Он там столкнулся с тремя религиями, синтаизм, буддизм и конфуцианство. Он говорил, буддизм одна из самых хитрых и умных, мудрых религий, но в ней нет Бога, это сущая пустота. Поэтому так, мысль это земном. Наше же жительство, пишет апостол, на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит, так что оно будет сообразно славному телу его. Смотрите, от чего отказываемся. От чего мы отказываемся быть со Христом? Ну, я думаю, что вот эта вот, скажем, отказность наша к такому великому благу, может быть, наверное, надо выразить словами Алексея Степановича Хомякова. У него есть удивительные слова, в его произведении «Церковь одна», он так и говорит, почему неверие такое в народе? Пишет так, добросовестное неверие по недоразумению. Как красиво сказано, действительно по недоразумению. Просто не понимаем, что на что мы меняем и что мы теряем. А это непонимание происходит по причине неведения, по причине невежества. Поэтому, наверное, и существует такое, и слава Богу, что он есть, наш интернет-портал exeget.ru, который, в общем-то, дает людям понимание и понятие, в чем смысл назначения человека на земле. Зачем Бог сотворил этот мир? Почему в этом мире существует зло, и как его преодолеть, и как войти в Царствие Божие? Потому что по недоразумению, по незнанию, очень многие люди меняют это земное, мнимое благополучие на блаженство и счастье в Царстве Божьем. Так и пишет, мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует, и покоряет себе все. Вот такие слова. Вот так апостол Павел предупреждает, что всяких людей, которые надеются на эту земную жизнь, и которых Бог чрева, по сути, это идолопоклонство. Блаженный Феофилак Болгарский пишет следующее цитата. «Потому что они служат Ему, то есть чреву, их Бог чрева, их конец погибель, потому что они служат Ему, как Богу, и всячески угождают Ему. Для одних Бог деньги, для других чрева. О них Павел говорит в другом месте. Будем есть, пить, ибо завтра умрем. Такое рассуждение. Вот, говорит, новое идолослужение». Так что идолослужение — это не те самые неоязычники, которых мы говорим. «Вот они там идолов себе понаставили». Оно у нас тут вот царит уже. Оно уже воцарилось. «Шрева, пожалуйста, деньги, пожалуйста, деньги решают все» и прочие-прочие поговорки. Поэтому так и пишет блаженный Феофилакт. «Вот оно, новое идолослужение». Но апостол Павел нас утешает. И говорит слова, которые мы уже с вами прочитали, «Что Господь для нас уготовал, для тех, кто надеется на Него, новое жительство, где мы получим и новое тело, подобно телу Его». «Подобно телу Его», как он пишет об этом. «Подобно телу Его, силою которую Он действует и покоряет Себе все». «Ищите прежде, как призывает Спаситель, Царствие Божие и все остальное приложится вам». «Ищите прежде, как призывает Спаситель, Царствие Божие и все остальное приложение».